Друзья, Surrey Sniper. Наверное, это та самая оптика, о которой вы уже слышали из каждого холодильника. И вот так вот, немножечко поздноватым, эта линейка дошла и до меня. Если вдруг не слышали, то эта линейка кроп-оптики для разных байонетов она существует. В моем случае, конечно же, это Sony. Это 23, 33 и 56 мм с диафрагмой f1.2. И что? Правильно. Самое главное, что впервые это автофокусные объективы от Surrey. И опять же, возвращаясь к первому тезису. Из каждого холодильника вам твердят, что это та самая оптика, которая позволит вам на кропе получить полнокадровую картинку. Потому что в пересчете это эквиваленты 35, 50 и 85 мм полнокадровых с диафрагмой f1.8. То есть нет, по свету это f1.2, но с точки зрения боке это как будто бы полнокадровые 1.8. И вот давайте сразу с места в карьер и проверим это. Предлагаю вам посмотреть небольшой сюжет. Друзья, ну а сейчас, наверное, та самая ситуация, которую вы, возможно, хотели бы видеть. У нас полнокадровая камера. Это Asimus 3 и 85 мм 1.8 от Viltrox. Это мой объектив, я очень давно им пользуюсь. На 1.8. Без фильтрации, соответственно, выдержка очень короткая. И у нас C2 с 56 мм 1.2 на 1.2. И в принципе, что в пересчете как раз и равняется 8 из 5, потому что это у нас в кропе. И боке должно быть примерно таким же 1.2, как 1.8 на полном кадре. Или, может быть, прям чуточку жирнее, прям вот на каплюшечку. Или нет. Вот. Это одно и то же кадрирование. Я стою от камеры где-то в 3 метрах. И вот что мы получаем. Я могу здесь как-то походить. Вы, кстати, посмотрите на работу автофокуса. Вот я приближаюсь, да. Обе камеры меня видят. Прекрасно. Я могу уйти из кадра. Причем и в том, и в другом случае. Это не родные объективы. То есть и Viltrox, он как бы звезд с неба не хватает. Но это уже вторая версия. И в принципе, Viltrox давно делают автофокусные объективы для Sony. Поэтому, ну, такой большой серьезной проблемой здесь быть не должно. А вот для Surrey это первый опыт. Первый опыт. И я думаю, в этом ролике уже, наверное, видели тест автофокуса. И можно немножечко как-то подытожить, что, безусловно, с классной современной камерой, у которой есть все для того, чтобы автофокус заработал, он работает неплохо. Но он совершенно точно не дотягивает до работы системы автоматической фокусировки на родной оптике и вообще на объективах, которые хорошо с этим справляются. Особенно в видео. Да, кстати, вот такая ремарка. Я здесь говорю вообще только о видео. Потому что я снимаю видео преимущественно. И говорю тоже об этом. Ну, давайте еще раз вот так вот свалим. Можно зайти в кадр, можно пройтись спиной и посмотреть, что у нас получится. Например, уйти подальше. Уйти подальше. Я, кстати, не знаю вообще, есть ли звук. Потому что звуковая акустическая система, ну и сказал акустическая. Короче, петли. Петли это свежие. Тоже будет обзор. Возможно, раньше, возможно, позже. Но, тем не менее, он будет. Достаточно интересная модель. Конкретно для Соник. В общем-то, вот так. Действительно, 56 позволяет получить прям картинку, как 8,5-ка 1,8 на полном кадре. И это классно. Как, собственно, и вся эта линейка объективов позволяет получить эквивалентные фокусные расстояния с диафрагмой 1,8. Что, в принципе, ранее, ну, практически было невозможно. А теперь вот оно. Да еще и с автофокусом. Давайте вернемся в студию. И вы знаете, вот так сразу в первом же тесте мы ответили сразу на массу вопросов касаемо этих стекол. Во-первых, небольшая затравочка для финала. Каждое это стекло в себе содержит как бы два совершенно разных объектива. Знаете, две души. Об этом позже. Но, что касается вот 56 f1.2, вот как раз он у меня в руках, и 85-ки 1,8 полнокадровой. Вы видели это сравнение. Первое, что хочется сказать. Да, действительно, это одинаковые с точки зрения фокусного расстояния, кадрирования, да. Это одинаковые истории. И по боке, действительно, на 1,2 на кропе вы получаете такую же мазню, как на 1,8 на фулл-фрейме. Но вот чего вы не получаете, так это резкости. Вы, наверное, заметили. Вот в этом тесте были сразу все проблемы этого объектива. Первое, это автофокус. Это первый автофокусный объектив от Surrey. И автофокусу будет посвящен следующий сюжет. Второе, это хроматика. На открытой очень сильно хроматит, в отличие от того же Viltrox, да, на 1,8 тоже на открытой. То есть на всех веточках, везде мы с вами могли видеть хроматику. Здесь с этим как бы ничего не поделаешь. Это винтаж, мать вашу. И третье, что тоже к винтажу относится, это, конечно же, нерезкость этих объективов. И это то самое, о чем я говорил, когда упоминал две души, да. То есть здесь, если мы на открытой снимаем, мы получаем очень мягкую картинку. И даже если у вас камера, которая делает там оверсэмпл, снимает супер резкое 4К современное, вот это вот все, он все равно будет мягеньким. И для кого-то это будет прикольно. Но если вы хотите, чтобы этот объектив стал совершенно обычным, то просто закрываетесь до 2, а лучше до 2,8 и получаете уже самый обычный объектив. И это, конечно же, я вам продемонстрирую. Ведь сейчас весь этот стендап пишется на 23 мм f1.2 на 1,2. Именно поэтому, махая руками, у меня просто короткая выдержка. Выдержка, ребята, я не смог здесь себя так настроиться, а фильтров под такой диаметр, 58-й, кстати, у меня нет. Так вот, все это снимается на Sony Alpha 7C Mark II в кропе. И, соответственно, это 35 мм с f1.2, то есть 35-1.8 такая полнокадровая. Вот этот лук у меня в студии. И прямо сейчас мы попробуем на 2,8 закрыться, как я обычно снимаю. Но 2,8 на кропе это уже будет что-то в районе четверки. То есть такое вот все будет у нас в резкости. Но, тем не менее, я просто покажу вам, как сильно отличается резкость вот сейчас. Запоминайте этот фейс. И какой она будет, когда я закроюсь. И вот вы знаете, почему сейчас так закипел мой мозг? Все дело в том, что при помощи Monitor Plus, приложение, которым я все время управляю камерой и мониторю, и все вот это вот делаю, сто раз об этом рассказывал. Так вот, при помощи него, по каким-то неведомым абсолютно причинам, оно не управляет диафрагмой в этом объективе. И мне пришлось сделать это вручную. Тем не менее, я прикрылся до 2,2. И теперь, что мы с вами видим? Мы с вами видим, что резкость детализации по всему кадру стала гораздо выше, чем она была на 1,2. И вот это тот самый момент. То есть, если вы эту оптику используете на открытой, да, вы получаете лук прям как на фулл фрейме. Но вы получаете очень мягкую картинку, несравнимую. То есть, с теми же полнокадровыми объективами, которые тоже будут на открытой работать на 1,8, даже Viltrox тот же самый, он будет гораздо резче. Но при этом, если вы прикрываетесь на пару стопов, то вы уже получаете самый обычный объектив с хорошим уровнем резкости по всему полю кадра. И вот здесь, мне кажется, самое время сделать небольшую вставочку по поводу винетирования. И с ним все примерно так же. Ну вот смотрите, я здесь вам демонстрирую на разных объективах, и в мониторе это очень легко увидеть. То есть, можно либо false color включить, но лучше просто по вейформе. Когда она будет прямая, это значит отсутствие винетирования. Но пока она у нас вот таким горбиком, у нас есть винетка. И вот смотрите, на 85, точнее 56, да, я их путаю, прикрываясь до 1,8, все, у нас уже кривая выравнивается, соответственно, винетка пропадает. На 33 мм примерно то же самое. Также 1,8 или 2, и все, она у нас уже выравнивается. И только на 23 мм всех больше это винетирование, то есть там и горб этот больше изначально, и прикрыться нужно больше, то есть где-то до 2,2. И вот сейчас, находясь в студии, я также прикрылся до 2,2, и на этом моменте у нас пропадает и винетка, то есть изображение по яркости выравнивается по всему полю кадра, и резкость становится выше, и хроматические аберрации, и все остальное, ребята. Что же касается самого, знаете, вот качество сборки, как это выглядит, то есть вы уже, наверное, заметили, что они такие Stormtrooper, а-ля какая-то белое исполнение, первый раз такое вижу. И на самом деле они бывают в трех исполнениях, то есть вот это белое, а-ля керамический окрас какой-то, это, знаете, вот такая вещь. Плюс они бывают черные, с вставками из карбона, и они бывают серебристые, с вставками, по-моему, из алюминия, то есть вот хитрые, фельдеперсовые, такие вещи. Все они примерно одного размера, очень компактные, из управления, у нас есть только, соответственно, управление фокусом, да, если мы мануально хотим крутить. При этом фильтр 58 на всех этих объективах, вот именно поэтому я сейчас фильтра не надел, потому что просто не нашел 58 колечко. И при этом у нас нет никакой вот погодной защиты, да, мы с вами можем заметить, и у нас есть вход Type-C для обновления прошивки в будущем на этих объективах. Понятное дело, что можно купить по одному, можно купить вот таким сетом в прекрасном кейсе, да, вы можете обратить внимание. И самая фишка, что при этом вот этот сет будет стоить в районе 100 тысяч рублей. Вот это самое важное. А один объектив отдельно, там 33-35, можете посмотреть, я ссылочки приложу. Короче, получается на выходе, что это достаточно прикольный, интересный сет для тех, кто снимает на крок. И если раньше вот про Nightwalker мы с вами говорили, и там я не очень видел смысл в этой оптике, потому что я не люблю мануальщину, вот, знаете, трушную мануальщину полную. И да, я вот только сейчас понял, что я вам не показал, как работает автофокус. Давайте переместимся на улицу и вернемся к диалогу. Так, немножечко тестов автофокуса. Значит, у нас 23 миллиметра на 1,2. Это цешка вторая в кропе, поэтому такое вот движение на 1,2, без фильтров, одна восьмитысячная. Молниеносно, там по-любому все супер быстро. Ну да, на этой скорости он, конечно, ловит, плюс еще здесь светло. Вот так вот, может. Ну да, достаточно быстро. Достаточно быстро, но оно, собственно, так и должно быть. 33 миллиметра, то есть 50, да, у нас в пересчете. И здесь уже бокеха на 1,2. Жир! Жир, масло, все, что хотите. Ну, вот бы посмотреть, как он в таких условиях спинку-то мою видит. С интеллектами всеми своими. И не только. Оп. Солнце. Не, ну здесь в таких условиях мне еще солнце на лицо светит. Он прям быстро, быстро схватывает. На лету, как говорится. Должно быть все very nice. Так, и 56-й. То есть это у нас уже 85, 1,2, полная фантастика. Ну, как фантастика, как 85, 1,8 на фулфрейме. Поэтому ничего необычного. Я все время думаю, 1,2 это значит фантастика, а ну, всего лишь. Ну, как будто бы. Блин, вообще. Здесь просто, мне кажется, из-за того, что сам автофокус такой уже, что ему прям все равно. Он все цепляет, хватает, все за это. Ну, и бакеха, да? Ну, блин, ну что, 85, 1,8. Вот она стандартная для таких вещей. Только они, наверное, мягковаты. На 1,2 все говорят, что они такие. Так себе. На это мы и посмотрим. Так вот линейка Nightwalker. Что с ними? Они были примерно такими же, но мануальными, понимаете? И это уже совсем другое дело. Я не люблю мануальные объективы. Как вы видели, автофокус с современной камерой, классной, там, со всеми искусственными интеллектами и так далее, работает неплохо. Но чувствуется, что моторы здесь стоят простенькие. И, соответственно, он иногда может подергиваться, то есть он останавливается, потом доходит до конца. Или вот какие-то небольшие придыхания у автофокуса случаются. Те самые придыхания, кстати, которых, вот именно дыхание объектива на этих стеклах, нет практически совсем. И это очень круто на такой-то открытой диафрагме. Но это не суть, сейчас не об этом. Получается, это сет объективов. Накропнутые камеры Sony. Например, если у вас какой-нибудь FX30 или Альфа 6700. Допускай даже ZV-E10 или 6400 старушка. Тем не менее, вы сможете взять себе вот такой целый сет или какое-то одно стекло, которое вам необходимо. Как, например, мне вот здесь в студии. Мне очень круто на 23 мм себя записывать. А где-нибудь на улице и 56-й тоже бы подошел. И вы знаете, я обделил вниманием 33-й, потому что это полтинник классический. И полтинником я не пользуюсь в своей жизни, поэтому, ну, не очень-то он отзывается у меня в сердечке. Так вот, вы можете приобрести этот сет. И что вы получаете? Да, это автофокусные объективы. То есть, если вам понадобится, вы сможете встать перед камерой и спокойно записать стендап. То есть, это сработает. Если ситуация будет какая-то сложная, придется помогать уже мануально автофокусы как-то тапать или что-то еще делать. То есть, но он есть. Это не Nightwalkers, в которых его нет совсем. Здесь он есть. И за приемлемую сумму денег. Второй момент. Что касается картинки. То есть, если мы снимаем на открытой, понимаете, у вас есть две возможности. Вы можете снимать на открытой, получить прям а-ля полнокадровый лук, но при этом получить мягкую картинку, софтинку, всякие там хроматику и прочее. Все, о чем я вам сказал. Но если же вы хотите, чтобы этот объектив стал просто ровным, четким, классным, вы прикрываетесь и получаете обычное стекло с точки зрения вот именно самого изображения его резкости и всех остальных моментов. Только и всего. И чтобы как-то зафиналить, я хотел еще одну вещь продемонстрировать. Вот сейчас я взял и включил не кроп-режим, а полнокадровый режим. И вы видите вот эту огромную виньетку, которая у нас по краям кадра появилась. И сейчас это полный кадр 23 мм f1.2. Да, действительно, и с автофокусом. Все это, естественно, работает. И вот здесь тоже нюанс. На современных Sony, например, мы можем сделать Clear Image Zoom. Немножечко закропить изображение. И на такой камере, например, как Alpha 7C2, на которую недавно был обзор у меня, это моя свеженькая камера. Используя Clear Image Zoom, у нас не теряется система автоматической фокусировки. Мы все так же по глазам фокусируемся, и все, никаких проблем. Так вот, ребята, можно это использовать и вот в таком режиме. И зафиналить мне бы хотелось именно в нем. Я, с вашего позволения, сейчас Clear Image Zoom сделаю. И как я и говорил, 1,3 нам хватило для того, чтобы полностью нивелировать эту виньетку. И изображение у нас даже получилось шире, потому что в кропе у нас было трушные полтора, а сейчас у нас 1,3. То есть это не 35 мм, это где-то, наверное, 30. В общем, посчитайте сами. И опять же, возвращаясь к первым тезисам, если линейка Nightwalker у меня не сильно как-то вот в сердечке ёкнула, потому что все-таки это была чистая мануальщина, то здесь мы имеем дело уже с автофокусной оптикой. Да, это первая ласточка в стане Сюрей именно с автофокусом, и я уверен, в будущем мы ждем, во-первых, полнокадровые автофокусные объективы, а во-вторых, полнокадровые аноморфотные автофокусные объективы. Я думаю, что это произойдет рано или поздно, просто не сегодня. Завтра, послезавтра, через неделю, неважно. В общем, это произойдет. Но прямо сегодня мы уже имеем кроп-линейку оптики с автофокусом. Да, он с нюансами, я все вам прекрасно показал. Но пользоваться им можно. То есть вот этот стендап, все, что на улице было, я все это записывал с автофокусом. А это значит, что пользоваться им вот для таких целей, когда ты в одного снимаешь, совершенно спокойно можно. И на полном кадре можно вот такой вот лук получить. И это диафрагма 1,2, и эта вот ширина такая достаточно удобная. Вообще, если честно, классно выглядит, да, вот именно в таком режиме. Но, опять же, резкости нам тут немножечко недостает. И хроматики всяческой разной. Ну, у меня темная сцена, но на самом деле хроматики много. На улице вы все это прекрасно видели. Вот такая история. Я считаю, что в данном случае вот именно эта линейка от Surrey получилась прикольная, классная. И совершенно точно кто-то из ребят, кто снимает на кроп, возьмет себе эти объективы на вооружение. Возможно, приобретет какой-то одной из этой линейки. А может и возьмет весь сет.